Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Зомби-сексуалы победили. Россия под ударом, какого раньше не было. Виктор Мараховский на РИА Новости за 2 марта 2021 года. СМИ передового мира вот уже несколько дней пытаются осмыслить потрясающие результаты исследования сексуальной ориентации граждан в США и Великобритании. Для тех, кто не следил, почти синхронно Галлуп в Америке и Ипсас в Британии провели опрос и выяснили, что количество граждан, определяющих себя как ЛГБТ, рвануло резко вверх. Галлуп сообщает, еще в 2012 году, уже заметим совершенно и полностью либеральном в отношении секс-меньшинств, процент считающих себя ЛГБТ-американцев составлял 3,5. В начале 2021 их стало 5,6%. Рост более чем в полтора раза, а по сравнению, скажем, с 2000 годом в 2,8 раза. Это само по себе уже круто, потому что выходит за пределы того, что считалось до сей поры обычным уровнем секс-меньшинств в популяции. Но на самом деле это еще мелочи. По-настоящему сдетонировал в массовом сознании другой факт. Среди аксакалов, родившихся до 1946 года, секс-меньшинствами себя чувствует лишь 1,3%. Среди бэби-бумеров 1946-64 годы, 2%. Среди некогда мятежного и потерянного, а ныне вполне солидного поколения 1964-80 году в рождении, 3,8%. Среди выросших в обстановке вольницы миллениалов 1981-96, 9,1%. И наконец, среди поколения Z, 1996-2002, младшие людей не опрашивали, они еще не совершеннолетние. 15,9%. То есть почти 16% или примерно каждый 6-й и юный американец объявляет себя гомосексуалистом, лесбиянкой, трансгендером или бисексуалом. Но Великобритания обогнала Соединенные Штаты. Как сообщают СМИ со ссылкой на Ипсос, лишь около 50% британцев в возрасте от 18 до 24 лет заявляют о том, что испытывают сексуальное влечение лишь к своему полу. Комментируя этот факт, специально обученные эксперты категорически приветствуют происшедший суперсдвиг в сексуальной идентичности масс. Каждое следующее поколение испытывает все меньше внешнего давления и принуждения к гетеросексуальности. Одобряет, например, Карен Блэр, эксперт по психологии и сексуальной ориентации Университета Трент, Антарио, Канада. Кто-то может заподозрить ее в предвзятости по причине собственного ЛГБТ-активизма. Но за такое подозрение, высказанное публично в современном передовом обществе, задизлайкают, обвиняют в гомофобии, забанят в Твиттере и уволят с работы к... совсем. Я, кстати, честно пытался найти в передовых и мейнстримных, то есть приличных СМИ Запада, хотя бы тень сомнений на тему, не слишком ли много отклонений от практической гетеросексуальности. Не ускорит ли это и так гарантированную передовым странам депопуляцию местного населения? Ну нет, ничего такого нет. Приличные люди в приличных СМИ не задаются этим совершенно очевидным вопросом. Надо думать просто потому, что за такие вопросы с них сразу сорвут погоны приличности и выкинутся работы на морозы из соцсетей. Что тут, однако, стоит отметить? Некоторые российские СМИ и отдельные авторы восприняли результаты этих опросов достаточно просто. Ну вот, а помните, как нам говорили, что никакой гей-пропаганды не существует? Прошло несколько лет, и от одной шестой до почти половины молодежи на Западе уже стали голубыми, лесбиянками и трансгендерами. Короче, извращенцами. Понадобилось всего несколько лет утюжить массовое сознание тем, что нужно быть геем, и неокрепшая юность послушно им становится. В действительности, как представляется, извините, все еще жестче, еще сложнее и, быть может, даже еще хуже. Дело в том, что при детальном рассмотрении результатов американского опроса выясняется трагикомичный нюанс. Подавляющее большинство и юных американцев, причисляющих себя к ЛГБТ, выбрали себе в качестве меньшинственной идентичности бисексуальность. Это, напомним, влечение как к своему, так и к противоположному полу. Это также, если можно так выразиться, самая либеральная форма секс-меньшинственности, позволяющая девочкам любить мальчиков и наоборот. Но и это не все. Подавляющее большинство этих бисексуалов признаются, что в данный момент либо находятся в гетеросексуальных отношениях 33%, либо вообще обходятся добровольно или вынужденно без всяких отношений 55,5%. С лицами своего пола встречаются и сожительствуют лишь 3,7%, что, замечу, лишь несколько выше обычного, как считалось, в 20 веке уровня. Говоря проще, головокружительный ЛГБТ-агитпроп, обрушившийся на все это неокрепшее юношество, переформатировал в постоянно практикующих голубых и лесбиянок относительно немногих, и относительно немногих толкнул на хирургические столы для реального удаления родных половых признаков и имитации признаков противоположного пола. А вот чего ему по-настоящему удалось достичь, так это внедрение в сознание молодника понимания, что биологически нормальным не круто, что это уныло. Если ты нормален и обычен, то тебе не поставят лайк. В школе над тобой не будут заботливо квохтать психолог и администрация. Тебя не пригласят на конференцию по твоему равноправию. В школьный совет вместо тебя выберут какого-нибудь более разнообразного. Ты так и останешься, никому не интересен и лишен каких-либо практических бонусов, привилегий и социального одобрения. И разумеется, мантра «это потому, что у меня необычная сексуальная идентичность» прекрасно работает в качестве причины того, чтобы не втряхиваться в нормальные человеческие любовно-семейные отношения. Ибо строить отношения – это всегда труд. Это некоторая работа над собой, если угодно. Передавая же секс-идентичность, дохочево объясняет, что работать над собой не только не надо, но и нельзя. Это принуждение к гетеросексуальности под гнетом токсичного внешнего окружения. Таким образом, реальная ориентация, успешно внедряемая в передовых странах, – это, так сказать, зомби-сексуальность. Молодняк уяснил, что стремиться понравиться противоположному полу не круто и получил универсальную индульгенцию на то, чтобы не предпринимать особых усилий к завоеванию традиционного социального одобрения. Поэтому этот молодняк в количествах, превосходящих всякие обычные пределы, разучивается быть мужчинами и женщинами в практическом смысле. У людей и высших приматов, в отличие от живых существ, попроще. Сексуальное влечение реализуется вообще не инстинктивно, а в результате обучения. Без обучения единственным способом снятия полового напряжения у людей, орангутангов или шимпанзе, является самоудовлетворение, как, собственно, у огромной части молодых современников эпохи онлайн 24-7. Таким образом, налицо, скорее, именно зомби-сексуализация, превращение внешне половозрелых и биологически нормальных молодых мужчин и женщин в нефункциональные, с точки зрения создания устойчивых социальных связей, одинокие единицы. Отчего этот, очевидно, саморазрушительный для любого общества тренд с таким энтузиазмом поддерживается во всех смыслах современными большими деньгами, мы можем только предполагать. Впрочем, нельзя сказать, что большие деньги так уж скрывали свои цели. Достаточно вспомнить, что один из богатейших людей планеты, основатель Майкрософт и многодетный отец Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой активно спонсирует программы по женскому здоровью в бедных странах, которые злые критики зовут программами по контролю населения. Ему же принадлежит известная цитата 2010 года, цитируется по Reuters, на конференции по климату. В мире сейчас 6,8 миллиардов человек. Оно может вырасти примерно до 9 миллиардов. Если бы мы провели по-настоящему хорошую работу по новым вакцинам, здравоохранению и репродуктивному здоровью, мы могли бы сократить его, пожалуй, на 10-15%. Убедительная просьба не цепляться к слову «вакцина». Гейтс имел в виду, что при уменьшении смертности от болезней в бедных странах наряду с распространением контрацепции их населения перестанет так бешено плодиться. Как бы то ни было, очевидно, что с точки зрения передовых больших денег нынешнего человечества слишком много. Поэтому любой агитпроп, обезвреживающий человеческое воспроизводство как явление, большим передовым деньгам кажется сегодня добром. И поэтому проблеме депопуляции и старения передовых стран, где-то восполняемой завозом иммигрантов, а где-то просто тающих, посвящается не просто в разы, а на порядке меньше публикаций в мейнстримных СМИ, чем какой-нибудь проблеме глобального потепления. Тут остается задаться вопросом, а дойдет ли волна зомби-сексуализма до России? Простого ответа тут нет. Отчасти она, конечно, уже здесь. Наши сограждане определенно хуже уживаются друг с другом, чем лет сто назад. Однако для того, чтобы превратить это наше недостаточное умение быть нормальными мужчинами и женщинами в повальное и гордое нежелание ими быть, Россию евангелистам зомби-сексуальности, конечно, придется очень сильно переформатировать. И для начала зомби-сексуальность должна выйти из псевдокультурного гета твиттеров и инсты, где ее исповедуют довольно маргинальные, хоть и зачастую широко известные, безмозглые трандоцефалы и стать официозом. А для этого она должна дорваться до больших казенных денег и казенного админресурса, чего, по крайней мере, в ближайшей перспективе не просматривается. Так что, вероятно, слишком много молодежи, у нас зомби-сексуалы пока не перекусают. Виктор Мараховский Зомби-сексуалы победили. Россия под ударом, какого раньше не было.